Легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия», посвященная памяти космонавта Андрея Николаева, вновь собрала огромное количество любителей спорта. В традиционном осеннем забеге участвовали команды учебных заведений, органов власти, организации и средств массовой информации. Национальная телерадиокомпания улучшила свои результаты по сравнению с прошлым годом и даже получила специальный приз от организаторов. Подробности в сюжете. Эстафеты газеты «Советская Чувашия» – пожалуй, самое старое состязание в республике. Впервые забег состоялся в 1932 году на Красной площади Чебоксар. В нем участвовали 30 мужчин и 7 женщин. Военные годы соревнований не проводились, а в июне 1945-го забег был посвящен 25-летию Чувашской ССР. С тех пор эстафета прочно заняла свое место в спортивном календаре. Для сведения могу сказать, у нас 174 спортсмена сегодня участвуют по разным видам спортов в сборной команде Российской Федерации. В течение года мы проводим в этом году только 59 соревнований федерального российского масштаба. Один вид спорта, который будет проходить в конце ноября, начале декабря – это мировой уровень. Это чемпионат мира по волне и победе среди женщин. И кроме этого 12 таких хороших соревнований проводили окружные. Первыми на дистанцию вышли представители органов власти – депутаты, спортсмены и почетные гости. Легко преодолев дистанцию 400 метров, они уступили дорожку журналистам. Всего в забеге участвовали 8 команд средств массовой информации. Две из них выставила национальная телерадиокомпания «Чувашия». В результате высшая ступень пьедестала почета досталась бегунам с национального радио. Телевизионщики стали вторыми. Мы в этом году результат улучшили. В прошлом году третье место было. В этом году второе. Старались. В следующем году. Всего же в эстафете участвовали более 150 команд. Сильнейших выбирали в 13 группах. Кроме того, в этом году организаторы учредили специальный приз в память о журналисте Александре Егорове. Он с большим удовольствием писал на спортивные темы. Посещал различные соревнования и всегда знал, как поддержать спортсменов. Этот специальный приз достался журналистке национального телевидения «Чувашии» Мальвине Петровой. Наша коллега бежала дважды. За команду НТРК и за свою семейную команду. И была очень тронута, когда ей вручили кубок памяти Александра Егорова. Конечно, Александр Егоров – это спортивный журналист. Но для меня он больше всего друг. Потому что, когда я соревновалась, я ходила в двадцатку, по спортивной ходьбе я занималась, и он за меня болел. Я помню, как он кричал, он не стеснялся, он человек без комплексов, открытый, доступный и с очень большим кругозором. Он очень много знал, очень многих спортсменов знал и умел задавать очень интересные вопросы. Необычные, неординарные, не такие, как все другие журналисты. Этим он был для меня интересом и примером. Анастасия Лангина, Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика.